всем привет дорогие друзья рад приветствовать вас в новой долгожданной серии по audi 100 но перед тем как будем начинать сразу хочу наверное вас расстроить дело в том что это скорее всего будет последняя серия по audi 100 но давайте буду рассказывать обо всем по порядку в хронологическом порядке скажем так как вы уже могли заметить краем глаза я сейчас подходил к машине у меня машина уже на номерах машину я уже зарегистрировал поставил ее на себя на учет и я не платил никому я имею ввиду никаких взяток ничего подобного я прошел этот путь от и до и мне теперь есть что вам рассказать напомню ситуацию если кто вдруг забыл или кто не смотрел вторую серию по этой audi сотки я купил машину у меня был птс средства регистрации стс два договора купли-продажи и все и дело в том что выходя из дома в сумерках я потерял птс и стс то есть я совершил ну вот такую ужаснейшую ошибку своей жизни дело в том что птс считается основным документом транспортного средства и да в законе прописано что я имею право без птс поставить автомобиль на себя на учет зарегистрировать его но по большей части в гаи инспектора какие-то должностные лица они к таким машинам у которых отсутствует и птс и стс и вообще какая-либо какие-либо документы от них они к этим машинам относятся с осторожностью скажем так мягко говоря потому что никто не хочет лишиться должности если вдруг поставят какую-нибудь кривую машину на учет отвечать потом погонами придется я сообщал в телеграме неоднократно что платить я не собираюсь искать какие-то пути обхода давать какие-то взятки я хотел этот автомобиль поставить легально на учет честно и я все это прошел сейчас друзья цепану себя кофейку куда-нибудь отъедем спокойное место сяду и буду вам рассказывать что делать в такой ситуации так как ответа какого-то однозначного в интернете на мой вопрос и на мою проблему не было и я думаю что я далеко не первый кто столкнулся с такой проблемой так 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 за звук что отъехал блин у нас ветер такой что вчера был что сегодня сегодня вроде солнце выглянуло думал поснимаю наконец-то аудюху а ветер просто адский вот новые номера в 844 рв у меня вор 744 здесь в рв 844 номера получил машина у нас теперь полностью легализована птс на мое имя свидетельство о регистрации на мое имя все машина в моей собственности это было не просто да скажу честно но сейчас буду обо всем по порядку рассказывать также вы можете видеть что внешний вид машины не изменился хотя я обещал чуть над ней поработать но друзья на это тоже есть своя причина давайте сейчас ответ распрячусь в тачку сяду и обо всем вам по порядку все по полочкам разложу что я вообще с ней буду сейчас делать и как я ее зарегистрировал я счастливый обладатель audi 100 audi 100 вот они мои номера в 844 рв 790 белкин михаил игоревич ну показывать близко не буду смысла нет вот оно следствие регистрации вот она страховка тинькофф страхование техосмотр все у меня вот здесь валяется и давайте по порядку потому что я надеюсь мое видео поможет многим кто попадет в плюс-минус похожую ситуацию представим вот давайте мою историю от самого начала я купил автомобиль у меня были все документы птс стс и два договора два договора купли-продажи один договор от хозяйки на ивана который мне уже продавал машину и от ивана ко мне то есть машина сначала была продана ивану он ее на учет не ставил автомобиль сняли с учета по вот этому договору на ивана и иван уже спустя год продал там даже больше года продал эту машину мне без регистрации на себя такое законом разрешено вообще все вот эти законы скажем так да они никак не регламентируют письменные договора купли-продажи в этом есть одна самая такая проблема это самая большая дыра в законе потому что договор можно выписывать там задним числом он нигде не регистрируется ни в госуслугах не в личном кабинете не в кабинете там налогоплательщика неважно где то есть договор такая по сути вроде бы эта бумажка которой можно вытереть жопу да с одной стороны но с другой стороны это самый главный документ о том который следит о том что ты купил автомобиль видите какая у нас огромная дыра в законе то есть с одной стороны дкп это вот ну у меня нет уже с собой это просто бумажка которую можно свернуть и выделить свою сраку а с другой стороны без этой бумажки ты даже не букашка ты никто и не имеешь никакого отношения к автомобилю ну и как вы знаете меня угораздило потерять именно паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации транспортного средства я начал курить мануалы форумы читать драйвы читать как люди поступали в таких ситуациях и больше всего я нашел вариантов развития событий вы идете к бывшему владельцу автомобиля бывший владельц автомобиля восстанавливает карточку учета либо восстанавливает птс от этого автомобиля и вы с ним либо переписываете договор купли-продажи который уже составлен либо вы дополнительное соглашение к этому договору купли-продажи заключаете скажем так ну это я так образно называю где пишите объяснение почему птс имеет другой номер и другую серию то что предыдущий птс был утерян им автомобиль продается с новым восстановленным птс вот в основном все люди шли именно по такой схеме это самая простая схема но в моем случае анна владелица этой машины она уже таковой не являлась она не была владелица этого транспортного средства потому что автомобиль был отчужден через госуслуги и снят с учета все анна хозяйка да которая была в птс в стс уже не могла пойти восстановить птс-ку она не могла пойти и выстоять карточку учета потому что эта машина не и я также с дал вопрос может ли иван новый собственник по договору купли-продажи ваня может ли он пойти восстановить птс либо стоит карточку учета и мне отвечали нет ведь он не зарегистрировал машину в установленный срок на себя в эти там 10 дней которые даются и не получил новые документы как он может восстановить pts которую на имя анны но также и она не может восстановить pts потому что машина уже продана официально ивану Поняли вот эту вот огромную яму и пропасть, эту дырку огромную в законодательстве, с которой я столкнулся? И сразу, когда я попал в эту абсурдную и нелепую ситуацию, нашлись помощники, в кавычках, которые предлагали решить все мои вопросы за 20-30 тысяч рублей. Я лишь вот так у виска пальцем покрутил. Вся тачка стоит в базарный день 80 тысяч. Ну, сотку она стоит, если ее внешне всю сделать. Если ее переоблить, покрасить, пороги ей подварить. Ну, сотку за нее дадут. А мне предлагают мой вопрос за 20 тысяч, за 30 решить. Это все, это сразу был дан отказ ребятам. Я сказал, я буду идти абсолютно по чистой линии, потому что я уверен в своих правах, так скажем. Я реально покупал эту машину, да. У меня были от нее документы, я просто их утерял. И как я смог вот это вот все получить, не заплатя ни копейки, кроме госпошлин? Я приехал в МРЭО и встал в очередь. Ну, у нас сейчас не работает онлайн-терминал, не работает запись через госуслуги. Я отстоял живую очередь около 2,5 часов и обратился в окно к инспектору. Я предоставил ему комплект документов, которые у меня были. Это два договора купли-продажи и непосредственно техосмотр. Три бумажки, по сути. И сказал, я пришел на постановку на учет, пожалуйста, дайте мне, выдайте мне заявление, я пойду на осмотр. Мне распечатали заявление, отправили меня на осмотр и я его, естественно, благополучно прошел. Номер двигателя совпадает, все ВИН-номера совпадают, все маркируемые таблички совпадают. Мне поставили две печати, что осмотр пройден. И я еще полтора часа отстоял очередь в окошко. Подал все эти документы и мне говорят, во-первых, нужно оплатить госпошлину, потому что у тебя нет ни ПТС, ни средства регистрации, ничего. Номера у тебя тоже меняются, они были здесь на этой машине московские. Я оплатил госпошлину, отстоял еще полчаса в очереди, опять в это же окошко. И тут, вот после того, как я прошел, уже три круга ада, по сути. Я три раза отстоял в очереди, мне говорят, слушай, мы все-таки не уверены, что ты действительно эту машину купил. Все-таки у тебя как-то подозрительно, странно потерялись все документы, ровно там, условно, да, за четыре дня до переоформления. Как-то это все похоже на какой-то криминал, на что-то такое. Почему у тебя вот, как-то как можно было потерять абсолютно все доки. И начались вот эти качели, и началась ругань. Не скажу, что ругань какая-то жесткая, что мы там прям друг с другом орали друг на друга. Но я им объясняю, я вот показываю статьи закона, я являюсь собственником транспортного средства с момента заключения договора купли-продажи. Я ему это объясняю, он это сам полицейский прекрасно знает. И вы мне не имеете права отказывать в регистрации транспортного средства из-за того, что у меня нет паспорта транспортного средства, из-за того, что у меня нет средства регистрации. Почему я не могу ее зарегистрировать? У меня два договора. Вы сами можете проверить по базе, что Анна действительно продала автомобиль Ивану. Но качели уже набирали свой ход, подошел старшой какой-то там мужичок, я в должностях полицейских, гаишных не особо разбираюсь. Они что-то покумекали, пообщались и говорит, мы сейчас будем связываться с предыдущей собственницей по бумагам и будем уточнять у нее, когда произошла эта сделка, был ли вообще этот факт сделки и даст ли она добро на то, чтобы мы выдавали новый ПТС. Вот это абсолютно, конечно, абсурд. На самом деле, такие вот процедуры, скажем так, нигде не прописаны в законодательстве. Они связались с бывшей владелицей, она подтвердила факт продажи Ивану, она сказала, да, автомобиль действительно был продан еще в далеком 2022 году, в феврале месяце, да, я сняла его с учета, я загрузила заявление, я загрузила договор купли-продажи на госуслуги и машина уже отчуждена. И что получается? Четыре раза я отстоял очередь, заплатил 3000 рублей госпошлину за новый ПТС, новое средство регистрации и новые номера, и только через 6,5 часов я вышел из МРЭУ с новыми номерами и с новыми бумагами на этот автомобиль. Видите, друзья, я знаю точно невозможное возможно поставить на учет автомобиль без ПТСки, без СТСки по договорам. Просто рассказал вам, как я прошел через все это, ничего там сложного нет, главное, сами там не хамите, не дерзите, просто старайтесь найти общий язык. Если автомобиль бывшим владельцем действительно продавался, если он отчужден уже по ДКП, которая загружена в базу, вот в архив МВД, скажем так, через госуслуги, то вам не имеют права отказать в регистрации. Да, другая проблема будет, если автомобиль до сих пор числится за бывшим владельцем, если он его не снял с учета, и у вас два договора, и нет ПТС с собой, и нет СТС, это, конечно, будет гораздо проблемнее, и тогда, возможно, все-таки придется цеплять с собой бывшего владельца, либо хотя бы выходить с ним на связь для того, чтобы он дал вам добро для перерегистрации в органах. То есть тут такая тоже подвешенная история, и опять это огромные дырки в законе. Я уже более семи лет смотрю видеоблоги Максима Шелкова, и прекрасно разбираюсь в документообороте, в том, как работают все эти органы, как работают службы, как работает МВД, ГИБДД, и поэтому я ехал туда с уверенностью, что я этот автомобиль зарегистрирую, и я, сука, ни рубля никому, никаких взяток не заплачу за это, потому что по закону я прав. Да, я понимаю, если бы эта машина была ворованная, краденая там без документов, или, не знаю, со дворов мы ее на эвакуаторе утащили, тогда, естественно, не подмажешь, не поедешь, как говорится. Так вот, о чем я хотел сказать по поводу Максима Шелкова. Дело в том, что уже какой год ему люди в комментариях пишут, и он сам говорит в видео, надо наконец-то урегулировать составление договора, хотя бы сделать какую-то онлайн-форму через госуслуги, чтобы каждый договор купли-продажи регистрировался на законодательном уровне. Сейчас в этом такая сумасшедшая неразбериха, что можно выписать 26 договоров купли-продажи. Я не шучу, 50 можно их выписать с одного друга на другого друга, от третьего друга его жене, потом его сестре, потом его маме, и попробуй, а потом оспорь хоть один из этих договоров. То есть это очень сложная история, и работает это все крайне криво, то есть не проработано и не продумано. Оставили огромную дырку для мошенников, оставили огромную дырку для перекупов и для всяких мутных типков типа меня, которые эти машины постоянно покупают и под ЭКПхом ездят. Это надо как-то наводить в этой отрасли порядок и как-то это все переводить под государственный контроль, чтобы каждый составленный договор попадал в определенный архив, в определенную базу, и чтобы не было потом спорных ситуаций, как сложилось, например, со мной и с регистрацией вот этой аудюхи. В любом случае, пацаки, порадуйтесь, тачка легализована, и у тачки, как видите, есть вторая жизнь. Она сейчас полностью легальна, и она на дорогах общего пользования совершенно спокойно передвигается, если ее кто-то остановит, проверит документы, никаких проблем с этим нет. Действующая ОСАГО, действующий техосмотр, который она сама прошла, кстати. Прекрасная машина, 33 года, парни, 33 года. Теперь же, друзья, поговорим немного о планах и почему сегодняшняя серия такая больше отчетная, как с Геликом, почему она последняя. Дело в том, что эту машину я, как только увидел, я сразу понял, что ее надо моему отцу подарить. Имеется в виду, когда я ее только забирал, когда я на ней первые круги по гаражам давал, я понял, что вот эта тачка, она стоящая. Это не всякие мои предложения бате, типа Волгу 21 забрать, Москве 402 и прочий мусор вот этот советский, как корчи, скажем так, это же даже не автомобили. И эту Ауди я решил, естественно, подогнать своему бате. На старость лет отличная пенсионерская тачка, чтобы ездить, вообще в ус не дуть, практически не вкладываться, с минимальным техническим обслуживанием в виде маслов и фильтров и просто заливать в нее бензин и спокойно ездить по своим делам, по своим нуждам. Безотказная, простейшая, древняя немецкая техника. Мы поехали, восстановили моему отцу права, дело в том, что он их в 2019 году еще просрочил, все, заплатили госпошлину, он получил новое водительское удостоверение и самое больное было вот это, полис ОСАГО. Теперь мой отец считается новичком в вождении, у него стаж идет от июня 2023 года и страховка на него вышла 24200 рублей, вы только вдумайтесь. Мне страховка на эту тачку стоила 7000, ну около того, 7-8 косарей я на себя отдал за год, на себя, потому что у меня коэффициент КБМ 0,65, у меня скидки большие, у меня нет ДТП, не было никаких страховых выплат, случаев там подобного, короче 20, ну по сути 25 кесов за страховку на год. Теперь мой отец может официально абсолютно садиться за руль этой машины, не бояться попасть в ДТП, ну не дай бог, конечно, все будет выплачено, даже если он будет виновником, все, заводимся, так, туманочки, свет, окошко, оп, автоокна, это классно. Поэтому, друзья, я провел небольшой консилиум, два раза я к отцу на ней ездил, на этой аудюхе, мы ее всю с ног до головы, скажем так, обсмотрели, и он сказал, слушай, сын, давай ты не будешь ее красить, давай ты не будешь к ней свои руки, так скажем, прикладывать, потому что он прекрасно видел плоды моих трудов, в видео он канал мой смотрит, он видел, как похабно я ремонтирую машины по кузову, как отвратительно, с килограммами шпатлевки, с заборной краской, он говорит, машинка вообще так хорошо смотрится, смысл сейчас с нее вот эти там сколы убирать, гниль эту подкрашивать, лучше она не будет, мне она и такая, ну, подойдет. Поэтому я действительно так подумал, я лучше не сделаю, там по-любому будет шагрень с апельсиновую корку, по-любому лак весь растечется, будет весь в подтеках. Сейчас она смотрится чисто как дедов мобиль, целостно, да, где-то ржавенькая, где-то подбитая, где-то подмятая, где-то крылышко гнилое, она сейчас смотрится, не выделяется, скажем так, из потока, просто, условно, да, старый дедок едет на ней, а если я ее оболью, она уже будет смотреться, как что-то слепленное в гаражах за бутылочкой пива, вернее, наверное, за бутылочкой водки, поэтому не стали заморачиваться и не стали ее уродовать, поедет она в эксплуатацию моему бате прямо в таком виде. Единственное, что я сделал, да, забыл сказать, я затмыл салон с химией, прошелся, все помыл здесь, эво-ковры заказал, ну, вы сейчас видите, наверное, вот тут эво-ковры лежат, спереди эво-ковры и сзади тоже, сзади тоже эво-ковры, потолок пропылесосил, ну и так протер, пыли, конечно, уже сюда набралось, потому что машина Канди не работает, в общем, я надеюсь, вы не обижаетесь, что я эту машину отдаю отцу, просто не хочу я ее уродовать и колхозить, ну, какую-то там тонировку, б***ь, ты что с ней, зачем? Это комплектная, хорошая, повседневная машина, и, как многие комментаторы писали во второй части, лучше твоими руками ее не трогать и не пытаться восстановить, в кавычках, лучше ты не сделаешь, на меня там, блин, столько любителей Ауди пришло тогда в комменты, когда второй видос был, типа, б***ь, руки тебе оторвать за то, что ты отрезал куски капота, б***ь, б***ь, но у меня отец также сказал, что идиоты, что ли, зачем вы капот отрезали? Надо было отстучать, выстучить и подзагнуть углы, и все, он бы не цеплял. Так что сейчас ликуют, ликуют любители Ауди, все, мои поганые руки кривые, не прикоснуться к ней больше, ну, как, только если по технике что-нибудь там будем делать с отцом, если она у него отрыгивать будет, вот, никакого, никакой дреставрации. Ладно, ребят, все, я еду к бате, сейчас там с ним пообщаемся, за кадром, разумеется, и я постараюсь хоть что-то подснять, чтобы серия совсем жидким дерьмом не была. Давайте, через полчасика где-то буду у отца, ну, наверное, будем вручать, посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, блин! Так, надо, надо, тормозы, тормозы, дюр, не отпустим, что она пройдет, потому что она в деревне ху**. Здравствуйте. Руля слишком много, конечно, крутанул, все, можешь ровнять. У нее выбор от очень хороший, она крутится на месте, удивительно, для длины ее. Все, вот она едет. Я говорю, левая нога, у тебя уже вот подпорочка поднялись, она всегда должна расслабленная лежать, без вот этого вот. Если левый на тормоз нажать, у тебя же мышечная память, он прожмет его как сцепление, то есть ты кувыркнешься сразу. Все, вот она уже на третью вышла, все, едешь. Она всегда на третью, она со второй трогается, у нее так автомат работает. Первая ей нужна там зимой, я не знаю, в раскачку выходить куда-нибудь. Старые автоматы так работают. Еще у третьей есть режим, ну, повышенный. Когда ты больше 80 едешь, третья включает какую-то дополнительную, так скажем, 3,5, и у нее передачи есть, понимаешь? Очень старый автомат, ну, он сзади никого нет, можешь попробовать просто затормозить. Это вопрос у тебя был, как она тормозит? Не буду. Там будет пожалуй, поворотчер, там ты торможу. Ладно. Левый свободный проводит. Да, всегда. Это быстро привыкаешь. Я привык за 4 дня, у меня первая машина на автомате была. Я потом не понял, как вообще я на механике столько лет проездил. Неудобно же. Так у тебя все в доступе, условно. Сидишь расслабленный. Это значит, да. Стояночный П. Да. С задней у нас. Р. Нейтралка вообще можно не включать никогда, она не нужна здесь. А нейтралка-то что? Ну, нейтралка-то что? Ну, нейтралка-то вот по гаражу, надо ее прокатить полметра. Воткнул на незаведенную, она как бы в нейтраль перешла, прокатила ее руками, чтобы не заводить лишний раз. Условно-сервисный режим такой. Я никогда не пользовался нейтралкой в автоматах, я не знаю, зачем она нужна вообще. Но видишь, едет, я говорю, как Волга, то есть один в один, мягкая, длинная, вот такая она, статная машина. Ну, все же там классика, они как в сравнении, идет девятки, ничего. Так же у нее есть этот кикдаун, это как раз тормоз? Ну, попробуй, да, только не сильно. Ну, вот все, можно заходить, все, отпускай тормоз и заезжай просто. Вот здесь я грибы собрал, на мобеде ездил, хорошие грибы, блин. Ну вот, сейчас прямая, еще... Ну, прямая здесь, тут 50 метров, 200. У нее есть возможность быстро разогнаться, надо два раза в пол ее прожать, педаль. То есть дать сразу в пол резко. И у нее кикдаун включается, она начинает на вторую скидывать, быстро работает. Коробка листает. Не в этом дело, давно я ногу не нажимал. Это уже мышечная память, это какой бы ни был, косой, бухой, неважно. В любом состоянии ноги помнят, это... Из головы не выкинешь теперь. За любую машину, в принципе, садишься и все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Все, теперь можно отпускать тормоз Все Я жду элементарный свет Вниз, самый Вниз, вот эту мелкую, смотри, вниз Так, дорогие друзья, ну что Вы сами видели, тест-драйв Все прошло нормально, да, мы ее, конечно Не отреставрировали, но я считаю, что Этой машине, наоборот, повезло Что мои вот эти ручонки Не добрались до ее реставрации Самое главное, что он привык, понял Как ездить, сейчас я закадров ему объясню Как здесь работает светотехника Там приборы все, где что, где какие Нюансы по машине, ведь нюансы, разумеется, есть Не знаю, будем, наверное, закругляться Ну посмотрим, чем продолжим серию Просто у нас сейчас ливень будет, походу Ураган, ветер поднялся страшно И небо черное, хотя время-то сколько там Время 7 часов вечера А небо, как будто уже 11 Как будто вот-вот Ну, сейчас ливанет, я думаю, через полчасика Так что, вот такая Фигня, пацаки, сейчас я вещи все свои уберу Объясню отцу, как пользоваться автомобилем Как закрывается, как открывается, как что Все, я считаю, это успех Не зря права делали Хоть на старость лет, блин, на автомате На нормальной машине поездит Не выйдешь, дверь не откроешь Десять сантиметров, дай вперед Еще Еще А можно было, надо было еще тут полметра Впереди На N скинь, я толкну, на N поставь ее Все Да, это тебе не в ГСК гараж Ну что, дорогие друзья Вы все видели сами Вот такой вот реально хороший и счастливый конец у этой сотки Пусть и серии с ней практически не вышло Но, правда, колхозить ее И издеваться над ней, перекрашивать Ну, не с руки было Нормальный вполне автомобиль Почему так произошло? Потому что Вот эта вот техника теперь у нас куплена Я думаю, вы вторую серию уже видели Скорее всего Тачка Тачка, блин Ауди выйдет после Бэхи После второй серии с Бэхой Там посмотрим, как получится Я не знаю Вот Все по хронологии постараюсь расставить Потому что сейчас снимаются одновременно три серии И, возможно, когда вышло Ауди У нас с Бэхой уже есть какие-то продвижки определенные Просто, ну, сейчас браться за Ауди Я имею в виду за ее там переварку За ее покраску Это минимум неделя-две работы точно А у нас вот теперь какой интересный проект Вы сами все видели Стоит, который нам надо сделать Поставить на ход И, ну, навалить Выехать куда-нибудь Потому что сейчас машина такая Неполноценная Не поездишь Ладно Надеюсь, вы на меня не обижаетесь Что я отдал Ауди Хубати Он доволен хотя бы Он, конечно, там все отнекивается Да нет Там я ездить не буду Не буду Поверьте, будет ездить Сейчас он пару-тройку раз там Выйдет куда-нибудь на ней покатается Поймет, что это классная телега Классная техника И будет ей пользоваться Вот Вам же огромное спасибо Что посмотрели такой проходной Очередной видосик Без какого-либо смысла Или интереса Буду стараться уже Теперь капитально Пилить серии Именно по Бэхе И это наш основной Теперь проект Как вы понимаете Так что Давайте, дорогие друзья Надолго с вами не прощаюсь Не забывайте Поставить лайк Не забывайте написать Любой свой комментарий Что вы думаете По поводу сегодняшнего видео Правильно ли я поступил А то вот мне батя говорит Да надо было ее продать Все Хоть бабки какие-то там Отбил бы Вот сюда вложил бы деньги Я ему уже рассказал Про свою гениальную идею В кавычках Поставить карбовый мотор В Бэху 2012 года Но я не согласен Пусть лучше он поездит Хоть на старость лет На нормальной тачке Комфортной Хорошей тачке С автоматом Поймет Что это вообще такое Вот эти всякие Буржуйские технологии Это те Не на москвичей ездить Ладно Еще раз ребят Всем огромнейшее спасибо Всех обнял Пишите свои комменты Ставьте лайки Не забывайте подписаться Мы же с вами уже увидимся В очередной серии По вот этой BMW И возможно уже с какими-то Крутыми изменениями И с техничкой Давайте Надолго Не прощаюсь Субтитры сделал DimaTorzok